Глава пятая. Из моста на Литаве в Соколь. Поручик Лукаш в бешенстве ходил по канцелярии одиннадцатой маршевой роты. Это была темная дыра в ротном сарае, отгороженная от коридора только досками. В канцелярии стояли стол, два стула, бутыль с керосином и койка. Перед Лукашем стоял старший писарь Ванек, который составлял в этом помещении ведомости на солдатское жалование, вел отчетность по солдатской кухне, одним словом, был министром финансов всей роты. Он проводил тут целый божий день, здесь же и спал. У двери стоял толстый пехотинец, обросший бородой, как Крконош. Крконош — мифическое существо, горный дух, обитающий в крконошских и спалинских горах. Это был Балуун, новый денщик поручика до военной службы Мельник из-под чешского Крумлова. — Нечего сказать, нашли вы мне денщика, — обратился поручик Лукаш к старшему писарю. — Большое вам спасибо за такой сюрприз. В первый день послал его за обедом в офицерскую кухню, а он по дороге сожрал половину. — Виноват. Я разлил, — сказал толстенный великан. — Допустим, что так. Разлить можно суп или соус, но не франкфуртское жаркое. Ведь ты от жаркова принес такой кусочек, что его под нокоть засунуть можно. Ну, а куда ты дел яблочный рулет? — Я... — Нечего врать. — Ты его сожрал. — Последнее слово поручик произнес так строго и таким устрашающим тоном, что Балуон невольно отступил на два шага. — Я справлялся в кухне, что у нас сегодня было на обед. Был суп с фрикадельками из печенки. — Куда ты девал фрикадельки? — Повытаскивал их по дороге, ясно как день. Затем была вареная говядина с огурцом, а с ней что ты сделал? — Тоже сожрал. — Два куска франкфуртского жаркова, а ты принес только полкусочка? — Ну? — Два куска яблочного рулета. Куда они делись? — Нажрался паршивая грязная свинья. — Отвечай, куда дел яблочный рулет? — Может, в грязь уронил? — Ну, мерзавец, покажи мне, где эта грязь? — Ах, туда как будто ее звали, прибежала собака, нашла этот кусок и унесла. — Боже ты мой, Иисусе Христе! Я так набью тебе морду, что ее разнесет как бочку. Эта грязная свинья осмеливается еще врать. — Знаешь, кто тебя видел? Старший писарь Ванек. Он сам пришел ко мне и говорит. — Осмелюсь доложить, господин поручик, этот сукин сын Баллоун жрет ваш обед. Смотрю я в окно, а он напихивает за обе щеки, будто целую неделю ничего не ел. — Послушайте, старший писарь, неужто вы не могли найти для меня большей скотины, чем этот молодчик? — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, из всей вашей маршевой роты Баллоун показался мне самым порядочным солдатом. Это такая дубина, что до сих пор не может запомнить ни одного оружейного приема. И дай ему винтовку, так он еще бедно творит. На последней учебной стрельбе холостыми патронами он чуть-чуть не попал в глаз своему соседу. — Я полагал, что, по крайней мере, эту службу он сможет исполнять. — Каждый день сжирать обед своего офицера! — воскликнул Лукаш. — Как будто ему не хватает своей порции. — Ну, теперь ты сыт, я полагаю. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я всегда голоден. Если у кого остается хлеб, я тут же вымениваю его на сигареты, и все мне мало. — Такой уж я уродился. Но, думаю, теперь уж я сыт, а нет. Минуту спустя у меня в животе снова начинает урчать, будто и не ел вовсе. А, глядь, он, стервожелудок, то есть, опять дает о себе знать. Иногда думаю, что уж взаправду, ну, хватит, больше в меня уже не влезет. Так нет тебе. Как увижу, что кто-то ест или почую соблазнительный запах, сразу в животе, точно его помелом вымели, опять он начинает заявлять о своих правах. — Я тут готов хоть гвозди глотать. Осмелюсь доложить господин обер-лейтенант, я уж просил, нельзя ли мне получать двойную порцию. По этой причине я был в Будеевицах у полкового врача, а тот вместо двойной порции засадил меня на два дня в лазарет и прописал на целый день лишь чашку чистого бульона. Я, говорит, покажу тебе канальи, как быть голодным. Попробуй, приди сюда еще раз, так уйдешь отсюда как щепка. Я, господин обер-лейтенант, не только вкусных вещей равнодушно не могу видеть, но и простые до того раздражают мой аппетит, что слюнки текут. Осмелюсь почтительно просить вас, господин обер-лейтенант, распорядитесь, чтобы мне выдавали двойную порцию. Если мяса не будет, то хотя бы гарнир давали, картошку, кнедлики, немножко соусу. Это ведь всегда остается. — Довольно с меня твоих наглых выходок, — ответил поручик Лукаш. — Видали вы когда-нибудь старший писарь более нахального солдата, чем этот балбес? Сожрал обед, да еще хочет, чтобы ему выдавали двойную порцию. Ну, этот обед ты запомнишь. — Старший писарь, — обратился он к Ванеку, — отведите его к капралу Вайденгоферу. Пусть тот покрепче привяжет его на дворе около кухни на два часа, когда будут раздавать гуляш. Пусть привяжет повыше, чтобы он держался только на самых цыпочках и видел, как в котле варится гуляш. Да устройте так, чтобы подлец этот был привязан, когда будут раздавать гуляш, чтобы у него слюнки потекли, как у голодной суки, когда та околачивается возле колбасной. Скажите повару, пусть раздаст его порцию. — Слушаюсь, господин обер-лейтенант. — Идемте, Баллоун. Когда они уже уходили, поручик задержал их в дверях и, глядя прямо в испуганное лицо Баллоуна, победоносно провозгласил. — Ну что, добился своего приятного аппетита? А если еще раз проделаешь со мной такую штуку, я тебя без всяких передам в военно-полевой суд. Когда Ванек вернулся и объявил, что Баллоун уже привязан, поручик Лухаш сказал. — Вы меня, Ванек, знаете. Я не люблю делать таких вещей, но я не могу поступить иначе. — Во-первых, вы знаете, когда у собаки отнимают кость, она огрызается. Я не хочу, чтобы возле меня жил негодяй. Во-вторых, то обстоятельство, что Баллоун привязан, имеет крупное моральное и психологическое значение для всей команды. За последнее время ребята, как только попадут в маршевый батальон и узнают, что их завтра или послезавтра отправят на позиции, делают, что им вздумается. Измученный поручик тихо продолжал. — Позавчера, во время ночных маневров, мы должны были действовать против учебной команды, вольно определяющихся за сахарным заводом. Первый взвод, авангард, более или менее соблюдал тишину на шоссе, потому что я сам его вел. Но второй, который должен был свернуть налево и расставить под сахарным заводом дозоры, тот вел себя так, будто возвращался с загородной прогулки. Пели, стучали ногами так, что в лагере слышно было. Кроме того, на правом фланге, на рекогностировку местности около леса, шел третий взвод. От нас, по крайней мере, десять минут ходьбы. А все же ясно было видно, как эти мерзавцы курят повсюду огненные точки. А четвертый взвод, тот, который должен был быть арьергардом, черт знает, каким образом вдруг появился перед нашим авангардом. Так что его приняли за неприятеля, и мне пришлось отступать перед собственным арьергардом, наступавшим на меня. Вот какой досталось мне в наследство одиннадцатая маршевая рота. Что я из этой команды могу сделать? Как они будут вести себя во время настоящего боя? При этих словах Лукаш молитвенно сложил руки и сделал мученическое лицо, а нос у него вытянулся. — Вы на это, господин поручик, не обращайте внимания, — старался успокоить его старший писарь Ванек. — Не ломайте себе голову. Я был уже в трех маршевых ротах, и каждую из них вместе со всем батальоном расколотили, а нас отправляли на переформирование. Все эти маршевые роты были друг на друга похожи, и ни одна из них ни на волосок не была лучше вашей, господин обер-лейтенант. — Хуже всех была девятая. Та потянула за собой в плен всех унтеров и ротного командира. Меня спасло только то, что я отправился в полковой обоз за ромом и вином, и они проделали все это без меня. — А знаете ли вы, господин обер-лейтенант, что во время последних ночных маневров, о которых вы изволили рассказывать, учебная команда вольноопределяющихся, которая должна была обойти нашу роту, заблудилась и попала к Нейзидлярскому озеру, марширует себе до самого утра, а разведочные патрули так те прямо влезли в болото. — А вёл её сам господин капитан Сагнер. — Они и дошли бы до самого шопраня, если б не рассвело, — сообщил конфиденциально старший писарь. Ему нравилось смаковать подобные происшествия. Ни одно из них не ускользнуло от его внимания. — Знаете ли вы, господин обер-лейтенант, — сказал он, доверительно подмигивая Лукашу, — что господин капитан Сагнер будет назначен командиром нашего маршевого батальона? По словам штабного фельдфебеля Гегнера, первоначально предполагалось, что командиром будете назначены вы, как самый старший из наших офицеров. А потом будто бы пришёл в бригаду приказ из дивизии о назначении капитана Сагнера. Поручик Лукаш закусил губу и закурил сигарету. Обо всём этом он уже знал и был убеждён, что с ним поступают несправедливо. Капитан Сагнер уже два раза обошёл его по службе. Однако Лукаш только проронил. — Не в капитане Сагнере дело. — Не очень-то мне это по душе, — интимно заметил старший писарь. Рассказывал мне фельдфебель Гегнер, что в начале войны господин капитан Сагнер вздумал где-то в Черногории отличиться и гнал одну роту за другой на сербские позиции под обстрел пулемётов, несмотря на то, что это было совершенно гиблое дело, и пехота там вообще ни черта не сделала бы, так как сербов с тех скал могла снять только артиллерия. Из всего батальона осталось только восемьдесят человек. Сам капитан Сагнер был ранен в руку, потом в больнице заразился ещё дизентерией, и только после этого появился у нас в полку в Будиёвицах. А вчера он будто бы распространялся в собрании, что мечтает о фронте, готов потерять там весь маршевый батальон, но себя покажет и получит сигнум лаудис, знак отличия. За свою деятельность на сербском фронте он получил фигу с маслом, но теперь или ляжет костьми со всем маршевым батальоном, или будет произведён в подполковнике. А маршевому батальону придётся туго. Я так полагаю, господин обер-лейтенант, что этот риск и нас касается. Недавно фельдфебель Гегнер говорил, что вы очень не ладите с капитаном Сагнером, и что он в первую очередь пошлёт в бой нашу одиннадцатую роту в самые опасные места. Старший писарь вздохнул. Мне думается, что в такой войне, как эта, когда столько войск и так растянута линия фронта, можно достичь успеха скорее хорошим маневрированием, чем отчаянными атаками. Я наблюдал это под Дуклою, когда был в десятой маршевой роте. Дукло. Дукельский перевал в Карпатах, где в Первую мировую войну происходили крупные бои, во время которых весь двадцать восьмой чешский пехотный полк сдался в плен русским. Тогда всё сошло гладко. Пришёл приказ не стрелять, мы и не стреляли, а ждали, пока русские к нам приблизятся. Мы бы их забрали в плен без единого выстрела, только тогда около нас на левом фланге стояли идиоты-ополченцы, и они так испугались русских, что начали удирать под гору по снегу прямо как по льду. Но мы получили приказ, где сообщалось, что русские прорвали левый фланг и что мы должны отойти к штабу бригады. Я тогда как раз находился в штабе бригады, куда принёс на подпись ротную подовольственную книгу, так как не мог разыскать наш полковой обоз. В это время в штаб стали прибегать поодиночке ребята из десятой маршевой роты. К вечеру их прибыло сто двадцать человек, а остальные, как говорили, заблудились во время отступления и съехали по снегу прямо к русским, вроде как на Табагане. Табаган — первоначально род саней, затем гора для катания на санях. — Натерпелись мы там страху, господин обер-лейтенант. У русских в Карпатах были позиции и внизу, и наверху. — А потом, господин обер-лейтенант, капитан Сагнер... — Да ставьте вы меня в покое с капитаном Сагнером, — сказал поручик Лукаш. — Я сам все это отлично знаю. Только не воображайте, пожалуйста, что, когда начнется бой, вы опять случайно очутитесь где-нибудь в обозе и будете получать ром и вино. — Меня предупредили, что вы пьете горькую, и стоит посмотреть на ваш красный нос, сразу видно, с кем имеешь дело. — Как это все с Карпат, господин обер-лейтенант. Там по неволе приходилось пить. Обед нам приносили на гору холодный, в окопах снег, огонь разводить нельзя. Нас только Ромы поддерживал. И если б не я, с нами случилось бы, что и с другими маршалами ротами, где не было Рому, и люди замерзали. — Но зато у нас от Рома покраснели носы, и это имело плохую сторону, так как из батальона пришел приказ, чтобы на разведке посылать тех солдат, у которых носы красные. — Теперь зима уже прошла, — многозначительно проронил поручик. — Ром, как и вино, господин обер-лейтенант, на фронте незаменимы во всякое время года. Они, так сказать, поддерживают хорошее настроение. За пол котелка вина и четверть литра Рому солдат сам пойдет драться с кем угодно. И какая это скотина опять стучит в дверь. На дверях же написано «не стучать». — Войдите. Поручик Лукаш повернулся в кресле и увидел, что дверь медленно и тихо открывается. И так же тихо, приложив руку к козырьку, в канцелярию одиннадцатой маршевой роты вступил бравый солдат Швейк. Вероятно, он отдавал честь еще когда стучал в дверь и разглядывал надпись «не стучать». Швейк держал руку у козырька, и это очень шло к его бесконечно довольной, беспечной физиономии. Он выглядел как греческий бог воровства, облаченный в скромную форму австрийского пехотинца. Поручик Лукаш на мгновение зажмурил глаза под ласковым взглядом бравого солдата Швейка. Наверное, с таким обожанием и нежностью глядел блудный, потерянный и вновь обретенный сын на своего отца, когда тот в его честь жарил на вертеле барана. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять здесь», — заговорил Швейк так просто и непринужденно, что поручик Лукаш сразу пришел в себя. С того самого момента, когда полковник Шреддер заявил, что опять посадит ему на шею Швейка, поручик Лукаш каждый день в мыслях отдалял момент свидания. Каждое утро поручик убеждал себя, сегодня он не появится. Наверное, опять что-нибудь натворил, его еще там поддержат. Но все эти расчеты Швейк мило и просто разрушил одним своим появлением. Швейк сначала бросил взгляд на старшего писаря Ванека и, обратившись к нему с приятной улыбкой, подал бумаги, которые вынул из кармана шинели. «Осмелюсь доложить, господин старший писарь, эти бумаги, выданные мне в полковой канцелярии, я должен отдать вам. Это насчет моего жалования и зачисления на довольствие». В канцелярии одиннадцатой маршевой роты Швейк держался так естественно и свободно, как будто он с Ванеком был в самых приятельских отношениях. На его обращение старший писарь реагировал кратко. «Положите их на стол». «Будьте любезны, старший писарь, оставьте нас одних», — сказал со вздохом поручик Лукаш. Ванек ушел и остался за дверью подслушивать, о чем они будут говорить. Сначала он не слышал ничего. Швейк и поручик Лукаш молчали и долго глядели друг на друга. Лукаш смотрел на Швейка, как петушок, стоящий перед курочкой и готовящийся на нее прыгнуть, он словно хотел его загипнотизировать. Швейк, как всегда, отвечал поручику своим теплым, приветливым и спокойным взглядом, как будто хотел ему сказать, — «Вот опять мы вместе, душенька! Теперь нас ничто не разлучит, голубчик ты мой!» Так как поручик долго не прерывал молчание, глаза Швейка говорили ему с трогательной нежностью, — «Ну скажи что-нибудь, золото мое, вымолви хоть словечко!» Поручик Лукаш прервал это мучительное молчание словами, в которое и старался вложить изрядную долю иронии. «Добро пожаловать, Швейк! Благодарю за визит! Наконец-то вы у нас, долгожданный гость!» Но он не сдержался, и вся злость, накопившаяся за последние дни, вылилась в страшном ударе кулаком по столу. Чернильница подскочила и залила чернилами ведомость на жалование. Одновременно с чернильницей подскочил поручик Лукаш и, приблизившись вплотную к Швейку, заорал, — «Скотина!» Он метался взад и вперед по узкой канцелярии и, оказываясь около Швейка, плевался. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, между тем, как поручик Лукаш все бегал по канцелярии и в выступлении бросал в угол скомканные листы бумаги, за которыми он то и дело подходил к столу. Письмо, стало быть, я отдал, как договорились. К счастью, мне удалось застать дома саму пани Какань, и могу сказать, что это весьма интересная женщина, правда, я видел ее в слезах». Поручик Лукаш сел на койку военного писаря и хриплым голосом крикнул, — «Когда же этому придет конец, Швейк?» Швейк, сделав вид, что недослышал, ответил, — «Потом со мной вышла маленькая неприятность, но я взял все на себя. Правда, мне не поверили, что я переписываюсь с этой пани, и для того, чтобы замести следы, я во время допроса проглотил письмо. Потом, по чистой случайности, иначе это никак не объяснить, я вмешался в небольшую потасовку, но благополучно вывернулся. Невинность моя была признана, меня послали на полковой рапорт, но в дивизионном суде следствие прекратили. В полковой канцелярии я ждал всего несколько минут, пока не пришел полковник, который выругал меня слегка и сказал, что я должен немедленно, господин обер-лейтенант, явиться к вам с рапортом о вступлении в должность ординарца. Кроме того, господин полковник приказал мне доложить вам, чтобы вы немедленно пришли к нему по делам маршевой роты. С тех пор прошло больше получаса, но ведь господин полковник не знал, что меня еще потянут в полковую канцелярию и что я там просижу больше пятнадцати минут. А я сидел там потому, что мне задержали жалования, которые должны были выдать не в роте, а в полку, так как я считался полковым арестантом. Там все так перемешали и перепутали, ну что прямо обалдеть можно. Услышав, что еще полчаса тому назад он должен был явиться к полковнику Шредеру, поручик стал быстро одеваться. — Опять удружили вы мне, Швейк! — произнес он голосом полным такого безнадежного отчаяния, что Швейк попытался успокоить его дружеским словом, прокричав вслед вихрем вылетевшему поручику. — Ничего, господин полковник подождет, ему все равно нечего делать. Минуту спустя после ухода поручика в канцелярию вошел старший писарь Ванек. Швейк сидел на стуле и подкладывал в маленькую железную печку уголь. Печка чадила и воняла, а Швейк продолжал развлекаться, не обращая внимания на Ванека, который остановился и несколько минут наблюдал за ним, но, наконец, не выдержал, он захлопнул ногой дверцу печки и сказал Швейку, чтобы тот убирался отсюда. — Господин старший писарь с достоинством произнес Швейк. — Позвольте вам заявить, что ваш приказ убраться отсюда и вообще из лагеря при всем моем желании исполнить не могу, так как подчиняюсь приказанию высшей инстанции, ведь я здесь ординарец, — гордо добавил Швейк. Господин полковник Шредер прикомандировал меня к одиннадцатой маршевой роте, к господину обер-лейтенанту, у которого я был прежде денщиком, но благодаря моей врожденной интеллигентности я получил повышение и стал ординарцем. Мы с господином обер-лейтенантом старые знакомые. А кем вы, господин старший писарь, были в мирное время? Полковой писарь Ванек был настолько обескуражен фамильярным, понебратским тоном бравого солдата Швейка, что, забыв о своем чине, которым очень любил козырнуть перед солдатами своей роты, ответил так, будто был подчиненным Швейка. У меня аптекарский магазин в Кралупах, фамилия моя Ванек. — Я тоже учился аптекарскому делу, — ответил Швейк. — В Праге, у пана Кокошки на Петершине. Он был ужасный чудак, и когда я как-то нечаянно запалил бочку с бензином, и у него сгорел дом, он меня выгнал, и в цех меня уже нигде больше не принимали, так что из-за этой глупой бочки с бензином мне не удалось доучиться. — А вы тоже готовили целебные травы для коров? — Ванек отрицательно покачал головой. — Мы приготовляли целебные травы для коров вместе с освященными образочками. Наш хозяин Кокошка был исключительно набожным человеком и вычитал как-то, что святой пилигрим исцелял скот от раздутия брюха. Так по его заказу на Смихове напечатали образки святого пилигрима, и он отнес их в Эдмаусский монастырь, где их осветили за двести золотых, а потом мы их вкладывали в конвертик с нашими целебными травами для коров. Эти целебные травы размешивали в теплой воде и давали корове пить из лохани. При этом скотине прочитывалась маленькая молитва к святому пилигриму, которую сочинил наш приказчик Таухен. Дело было так, когда эти образки святого пилигрима были готовы, на другой стороне нужно было напечатать какую-нибудь молитву. Так вот, вечером наш старик Кокушка позвал Таухена и велел ему к следующему утру сочинить молитву к нашим образкам и целебным травам, чтобы завтра в десять часов, когда он придет в лавку, все было готово к отправке в типографию. Коровы уже ждут этой молитвы. Одно из двух. Если сочинит хорошую, он ему гульден на бочку выложит. Нет, через две недели получит расчет. Пан Таухен целую ночь потел, утром, не выспавшись, пришел открывать лавку, а у него ничего еще не было написано. Мало того, он даже забыл, как зовут святого по этим целебным травам. Выручил его из беды слуга Фердинанд. Тот на все руки был мастер. Когда мы на чердаке сушили на чай ромашку, так он, бывало, разуется и влезет в эту самую ромашку ногами. Он говорил нам, что от этого ноги перестают потеть. Умел он ловить голубей на чердаке, умел открывать конторку с деньгами и еще обучал нас другим способом подрабатывать. И у меня, мальчишки, дома была такая аптека. Я ее из лавки в дом к себе натаскал. Какой не было и у милосердных. У милосердных одна из крупнейших и лучших больниц в Праге, которую обслуживали католические монахи ордена милосердные братья. Так вот, тот самый Фердинанд и выручил из беды Таухена. Позвольте, говорит, взглянуть. Пан Таухен немедленно послал меня за пивом. Для него не успел я еще принести пиво, а уж у Фердинанда половина дела была сделана и он прочел нам. Голос с неба раздается, утихает суета. У кокошки продается чудо-корень для скота. Исцелит сей корешочек только гульден за мешочек и теляток и коров безо всяких докторов. Потом, когда Фердинанд выпил пиво и основательно нализался желудочных капель на спирту, дело пошло быстро, и он в одно мгновение прекрасно закончил. Этот корень нашел сам святой пилигрим, и за это ему мы хвалу воздадим. Ты крестьянам утеха, коровам отрада, сохрани и спаси наше бедное стадо. Затем, когда пришел пан Кокошка, пан Таухен пошел с ним в контору, а, выйдя оттуда, показал нам два золотых, а не один, как ему было обещано. Он хотел разделить их пополам с паном Фердинандом, но пана Фердинанда, когда тот увидел эти два золотых, сразу обуял без корыстолюбия. Или все, или ничего. Ну, тогда пан Таухен ему ничего не дал, а оставил эти два золотых себе, потом привел меня в магазин, дал мне подзатыльник, и сказал, что я получу сто таких подзатыльников, если когда-нибудь осмелюсь сказать, что сочинил не он. А если Фердинанд пойдет жаловаться к нашему хозяину, то я должен сказать, что слуга Фердинанд лгун. Мне пришлось в этом присягнуть перед бутылкой с эстрагоновым уксусом. Ну, а наш слуга принялся вымещать свою злобу на целебной траве для коров. Смешивали мы эти травы в больших ящиках на чердаке, а он отовсюду, где только находил, сметал мышиное дерьмо, приносил его и примешивал к этой целебной траве. Потом собирал на улице конские катышки, сушил их дома, толок в ступке для кореньев и тоже подбрасывал в коровье целебные травы с образом святого пилигрима. Но и на этом он не успокоился. Он мочился в эти ящики, испражнялся в них, а потом все это размешивал, выходило вроде каши с трубями. Раздался телефонный звонок, старший писарь подбежал к телефонному аппарату и с отвращением отбросил трубку. Надо идти в полковую канцелярию, так внезапно, это что-то мне не нравится. Швейк опять остался один. Через минуту снова раздался звонок. Швейк начал телефонный разговор. Ванок ушел в полковую канцелярию. Кто у телефона? Ординарец одиннадцатой маршевой роты. А кто там у телефона? Ординарец двенадцатой роты. Мое почтение, коллега. Моя фамилия? Швейк. А твоя? Браун? Это не твой ли родственник Браун на набережной улице в Карлине шляпочник? Нет? Не знаешь такого? Я тоже с ним не знаком. Я как-то проезжал на трамвае мимо, и его вывеска мне бросилась в глаза. Что новенького? Я ничего не знаю. Когда едем, я еще ни с кем об отъезде не говорил. А куда мы должны ехать? Вот лейтенант. С ротой на фронт. Об этом я ничего не слышал. Нечего сказать, хороший ординарец. А что твой лейтенант? Не лейтенант, а обер-лейтенант. Это одно и то же. Твой обер-лейтенант пошел на совещание к полковнику? Его туда позвали. Ну вот, видишь, и наш туда пошел. И командир тринадцатый рот тоже. Я только что говорил с их ординарцем по телефону. Не нравится мне что-то эта спешка. А не знаешь, музыкантская команда укладывается? Ничего не знаю. Не валяй дурака. Говорят, ваш старший писарь уже получил накладную на вагоны. Правда ведь? Сколько у вас солдат? Не знаю. Эх ты, глупая башка. Что я съем тебя, что ли? Было слышно, как говоривший у телефона обратился к кому-то поблизости. Франта, возьми вторую трубку. Услышишь, какой в одиннадцатой роте дурак-ординарец. Алло, спишь ты там, что ли? Так отвечай, когда тебя коллега спрашивает. Значит, ты еще ничего не знаешь? Да не скрыть ничей. Разве старший писарь не говорил, что вам будут выдавать консервы? Ты с ним о таких вещах не говоришь? Вот дубина. Тебя это не касается? Слышен смех. Тебя словно мешком по голове ударили. Но как только что-нибудь узнаешь, ты нам сейчас же позвони в двенадцатую маршевую роту, дурачок родимый. Откуда ты? Из Праги. Ты бы должен быть чуточку поумнее. Да, вот еще. Когда ушел из канцелярии ваш старший писарь? Только что. Вот оно как. А раньше-то не мог мне об этом сказать? Наш тоже только что ушел. Там что-то заваривается. С обозом не говорил еще? Нет? Господи Иисусе Христе, а говоришь из Праги? Ни о чем не заботишься. И где только ты шляешься целый день? Я только с час тому назад пришел с дивизионного суда. Ну, это другой калинкор, товарищ. Нынче же забегу на тебя посмотреть. Давай отбой два раза. Швейк собрался было закурить трубку, как опять раздался телефонный звонок. Ну, вас к черту с вашим телефоном, подумал Швейк. Стану я с вами трепаться. Но телефон продолжал звонить неумолимо. У Швейка наконец лопнуло терпение. Он взял телефонную трубку и заорал Алло! Кто у телефона? Здесь ординарец 11 маршевой роты Швейк. Швейк узнал голос поручика Лукаша. Что вы все там делаете? Где Ванек? Немедленно позовите к телефону Ванека. Осмелись доложить господин опер-лейтенант, телефон только что зазвонил. Послушайте, Швейк, мне некогда с вами дурака валять. Телефонные разговоры на военной службе это вам не телефонная болтовня, когда кого-нибудь зовут на обед. Телефонный разговор должен быть ясен и краток. При телефонных разговорах отбрасывается осмелюсь доложить обер-лейтенант. Итак, я вас спрашиваю, Швейк, Ванек там? Пусть немедленно подойдет к телефону. Осмелюсь доложить господин обер-лейтенант, под рукой его нет. Его только что, может, и четверти часа не будет, из нашей канцелярии вызвали в полковую канцелярию. Вот я с вами расправлюсь. Не можете вы выражаться кратко? Слушайте внимательно, что я сейчас буду говорить. Все ясно? Чтобы вы потом не отговаривались, будто в телефоне что-то хрипело. Немедленно, как только повесите трубку. Пауза. Снова звонок. Швейк берет телефонную трубку, и его осыпают градом ругательств. Скотина, хулиган, мерзавец, что вы делаете? Почему прервали разговор? Вы изволили сказать, чтобы я повесил трубку? Через час я вернусь домой. Не обрадуетесь вы у меня. Немедленно собирайтесь, и отправляйтесь в барак. Найдите там какого-нибудь взводного, хотя бы фукса, и скажите ему, чтобы он сейчас же взял десять солдат и шел с ними на склад получать консервы. Повторите, что он должен сделать? Идти с десятью солдатами на склад получать консервы для роты. Наконец-то вы не валяете, дурака. Я пока что позвоню Ванеку в полковую канцелярию, чтобы он тоже шел на склад принять консервы. Если же он тем временем вернется в барак, пусть бросает все и бежит на склад. А теперь повесьте трубку. Швейк довольно долго и тщетно искал взводного фукса и других унтеров. Они все торчали около кухни, обгладывали мясо с костей и потешались над привязанным баллоуном, который, правда, всей ступней стоял на земле. Его пожалели. Зрелище было призанятное. Один из поваров принес баллоуну ребро и сунул ему прямо в рот. Привязанный бородатый великан баллоун, не имея возможности действовать руками, осторожно переворачивал кость во рту и удерживал ее с помощью зубов и десен, словно леший. «Кто здесь из вас взводный фукс?» спросил Швейк, найдя наконец унтеров. Взводный фукс не счел нужным отозваться, увидев, что его спрашивает какой-то рядовой пехотинец. «Ясно говорят вам», крикнул Швейк, «долго я еще буду вас спрашивать, где здесь взводный фукс?» Взводный фукс выступил вперед и с достоинством начал всячески обкладывать Швейка. «Он где не взводный, а господин взводный, и нельзя орать, где взводный, а следует обращаться, осмелюсь доложить, здесь ли находится господин взводный, в его взводе, если кто забудет сказать, осмелюсь доложить, немедленно получает в морду». «Осторожней на поворотах», рассудительно предостерег Швейк. «Немедленно собирайтесь, идите в барак, возьмите там десять человек и бегом марш вместе с ними на склад получать консервы». Взводный был так ошеломлен, что смог выговорить только «Чего?» «Безо всяких там чего!» ответил Швейк. «Я ординарец одиннадцатой маршевой роты и только что разговаривал по телефону с господином обер-лейтенантом Лукашем и тот приказал «Бегом марш с десятью рядовыми на склад! Если вы не пойдете, господин взводный Фукс, так я немедленно вернусь обратно к телефону». «Господин обер-лейтенант требует во что бы то ни стало, чтобы вы шли. Не может быть никаких разговоров». «Телефонный разговор», говорит поручик Лукаш, «должен быть ясен и краток. Если сказано идти взводному Фуксу, то взводный Фукс должен идти». «Такой приказ». «Это вам не какая-то там болтовня, когда кого-нибудь к обеду зовут». «На военной службе, особенно во время войны, каждое промедление преступления». «Если этот самый взводный Фукс сию же минуту не пойдет, как только вы ему об этом объявите, так вы мне немедленно телефонируйте, и я с ним разделаюсь. От взводного Фукса останется только мокрое место». «Плохо вы, милейший, знаете, господина обер-лейтенанта». Швейк победоносно оглядел унтер-офицеров, которые были поражены и уничтожены его выступлением. Взводный Фукс пробурчал что-то невразумительное и быстро ушел. Швейк закричал ему вдогонку. «Так можно позвонить господину обер-лейтенанту, что все в порядке?» «Немедленно буду с десятью солдатами на складе», ответил взводный Фукс, уже подойдя к бараку. А Швейк, не произнеся ни слова, ушел, оставив унтер-офицеров ошеломленными не меньше, чем взводный Фукс. «Начинается», сказал низенький капрал Блажик. «Давайте поковаться». Швейк вернулся в канцелярию одиннадцатой маршевой роты. Не успел он раскурить трубку, как раздался телефонный звонок. Со Швейком снова заговорил поручик Лукаш. «Где вы шляетесь, Швейк?» «Звоню уже третий раз, и никто не отзывается». «Разыскивал господин обер-лейтенант». «Что?» «Уже пошли?» «Конечно пошли, но еще не знаю, пришли ли они туда. Может быть, еще раз сбегать?» «Вы нашли взводного Фукса». «Нашел господин обер-лейтенант?» «Вначале он мне сказал чего?» «И только когда я ему объяснил, что телефонный разговор должен быть краток и ясен...» «Не дурачьтесь, Швейк!» «Ванок еще не вернулся?» «Не вернулся, господин и знаете, где теперь может быть этот проклятый Ванок?» «Он был в полковой канцелярии, но куда-то ушел. Может, в кантинию?» «Кантина чайная при воинской части, при фабрике и тому подобное». «Отправляйтесь к нему, Швейк, и передайте, чтобы он немедленно шел на склад». «Да, вот еще что!» «Найдите немедленно капрала Блажика и скажите, чтобы он тотчас же отвязал Баллоуна и пошлите Баллоуна ко мне. Повесьте трубку». Швейк действительно принялся хлопотать, нашел капрала Блажика и передал ему приказание поручика отвязать Баллоуна. Капрал Блажик заворчал, «Когда туго приходится, робеть начинают». Швейк пошел посмотреть, как будут отвязывать Баллоуна, а потом проводил его, так как это было по дороге к Кантине, где Швейк должен был разыскать старшего писаря Ванека. Баллоуна смотрел на Швейка, как на своего спасителя и обещал ему, что будет делиться с ним всеми посылками, которые получит из дому. «У нас скоро будут резать свинью», меланхолически сказал Баллоуна. «Ты какую свиную колбасу любишь, с кровью или без крови? Скажи, не стесняйся, я сегодня вечером буду писать домой. В моей свинье будет примерно сто пятьдесят кило. Голова у ней как у бульдога, а такие свиньи самые лучшие. С такими свиньями в убытке не останешься. Такая порода, брат, не подведет, сало на ней пальцев на восемь. Дома я сам делал ливерную колбасу, так бывало, нажрешься фаршу, что чуть не лопнешь. Прошлогодняя свинья была на сто шестьдесят кило. Вот это свинья так свинья, с восторгом сказал он на прощание, крепко пожимая руку швейку. А выкормил я ее на одной картошке, и сам диву давался, как она у меня быстро жарела. Кусок поджаренной ветчинки, полежавшей в рассоле, да с картофельными кнедликами, посыпанными шкварками, да с капустой. Пальчики оближешь. После этого и пивко пьется с удовольствием. А что еще нужно человеку? И все это у нас отняла война. Бородатый баллон тяжело вздохнул и пошел в полковую канцелярию, а швейк отправился по старой липовой аллее к кантине. Старший писарь ванок с блаженным видом сидел в кантине, и разъяснял знакомому штабному писарю, сколько можно было заработать перед войной на эмалевых и клеевых красках. Штабной писарь был вдребезги пьян. Днем приехал один богатый помещик из Пардубиц, сын которого был в лагерях, дал ему хорошую взятку и все утро до обеда угощал его в городе. Теперь штабной писарь сидел в полном отчаянии от того, что у него пропал аппетит, не соображал, о чем идет речь, а на трактат об эмалевых красках и вовсе не реагировал. Он был занят собственными размышлениями и ворчал себе под нос, что железнодорожная ветка должна была бы идти из Туршебани в Пельгжимов, а потом обратно. Когда вошел Швейк, Ванок попытался еще раз в цифрах объяснить штабному писарю, сколько зарабатывали на одном килограмме строительной краски, на что штабной писарь ни с того ни с сего ответил, на обратном пути он умер, оставив после себя только письма. Швейка он, очевидно, принял за какого-то неприятного ему человека и начал обзывать его чревовещателем. Швейк подошел к Ваноку, который тоже хватил изрядно, но при этом был приветлив и мил. «Господин старший писарь», отрапортовал ему Швейк, «немедленно идите на склад, там вас уже ждет взводный фукс с десятью рядовыми и получайте консервы, ноги в руки, бегом марш». Господин обер-лейтенант телефонировал уже дважды. Ванок рассмеялся, «деточка моя, что я идиот? Ведь за это мне пришлось бы самого себя изругать, ангел ты мой. Времени на все хватит. Над нами ведь не каплет золото мое. Пусть сперва обер-лейтенант Лукаш отправит маршевых рот столько же, сколько я, а тогда и разговаривает. Небось, тогда он ни к кому не будет зря приставать со своим бегом марш. Я уже получил приказ в полковой канцелярии, что завтра поедем. Надо укладываться и немедленно получать на дорогу провиант. А что, ты думаешь, сделал я? Я самым спокойным манером зашел сюда выпить четвертинку вина. Сидится мне здесь спокойно и пусть все идет своим чередом. Консервы останутся консервами, выдача выдачей. Я знаю склад лучше, чем господин обер-лейтенант. Я разбираюсь в том, что говорится на совещании господ-офицеров у господина полковника, ведь это только господину полковнику чудится, будто на складе имеются консервы. Склад нашего полка никогда никаких запасов консервов не имел, и доставали мы их от случая к случаю в бригаде или занимали в других полках, с которыми оказывались поблизости. Одному только Бенышевскому полку мы должны больше трехсот банок консервов. Хе-хе, пусть на совещаниях они говорят, что им вздумается, а куда спешить, ведь все равно, когда наши придут туда, каптенармус скажет им, что они с ума спятили. Ни одна маршевая рота не получила на дорогу консервов. «Так что ли, старая картошка?» обратился он к штабному писарю. Тот, очевидно, засыпал или с ним случился небольшой припадок белой горячки, только он ответил, «Она шла, держа над собой раскрытый зонт». «Самое лучшее», продолжал старший писарь Ванек, «махнуть на все рукой». «Если сегодня в полковой канцелярии сказали, что завтра трогаемся, этому и малый ребенок не поверит. Разве мы можем уехать без вагонов?» При мне еще звонили на вокзал. Там нет ни одного свободного вагона. Ну, точь-в-точь, как было с последней маршевой ротой. Сидели мы тогда два дня на вокзале и ждали, пока над нами кто-нибудь смилуется и пошлет за нами поезд. А потом мы не знали, куда поедем. Даже сам полковник ничего не знал. Мы уже всю Венгрию проехали, а все еще никто не знал, поедем мы на Сербию или на Россию. На каждой станции говорили по прямому проводу со штабом дивизии, а были мы просто какой-то заплатой. Ну, пришили нас наконец где-то у Дуклы, там нас разбили на голову, и мы снова поехали формироваться. «Только не торопиться, со временем все выяснится, а пока нечего спешить». «Да еще раз! Вино у них здесь замечательное», продолжал Ваник, не слушая, как бормочет про себя штабной писарь. «Поверьте, до сих пор я видел в жизни мало хорошего. Меня удивляет этот вопрос». Начал попусту беспокоиться об отъезде маршевого батальона. У первой маршевой роты, с которой я ехал, все было готово за два часа, и все оказалось в полном порядке. Другие роты тогдашнего нашего маршевого батальона готовились в дорогу целых два дня, а наш ротный командир, лейтенант Прышеносил, франт такой был, нам прямо сказал, «Ребята, не спешите». И все шло как по маслу. Только за два часа до отхода поезда мы начали укладываться. Самое лучшее подсаживайтесь. «Не могу». С геройской самоотверженностью ответил бравый солдат Швейк, «Я должен идти в канцелярию. Что, если кто-нибудь позвонит?» «Ну так идите, мое золоце, но только запомните раз навсегда, что это некрасиво с вашей стороны, и что настоящий ординарец никогда не должен быть там, где он нужен. Никогда не относитесь столь рияно к своим обязанностям. Поверьте, душка, нет ничего хуже суетливого ординарца, который хотел бы всю войну взвалить на себя». Так-то душенька. Но Швейк был уже за дверью, он спешил в канцелярию своей маршевой роты. Ванек остался в одиночестве, никак нельзя было сказать, чтобы штабной писарь составлял ему компанию. Последний совершенно ушел в себя и бормотал, умиленно гладя четвертинку вина. Самые удивительные вещи без всякой связи между собой, то по-чешски, то по-немецки. Я много раз проходил по этой деревне, но и понятия не имел о том, что она существует на свете. Через полгода я сдам государственные экзамены и получу степень доктора. Я стал старым коллегой, благодарю вас, Люси. Если они появятся в хороших переплетах, может быть, найдется среди вас кто-нибудь, кто помнит это. Старший писарь от скуки стал выстукивать какой-то марш, но долго скучать ему не пришлось, дверь отворилась, вошел повар Юрайда с офицерской кухни и плюхнулся на стул. Нам сегодня дали приказ, залопаталон, получить на дорогу коньяк, но в нашей бутыле еще оставался ром, и нам пришлось ее опражнить. Здорово пришлось таки приналечь вся кухонная прислуга в лешку. Я обсчитался на несколько порций. Полковник опоздал, и ему не хватило. Поэтому ему теперь делают омлет. Вот я вам скажу комедия. Занятная авантюра, заметил Ванек, который за вином всегда любил вставить красивенькое словцо. Повар Юрайда принялся философствовать, что отвечало его бывшей профессии. Перед войной он издавал оккультный журнал и серию книг под названием «Загадки жизни и смерти». На военной службе он примазался к полковой офицерской кухне, и когда бывало увлечется чтением древнеиндийских сутр Прагна Парамита, откровение мудрости, у него частенько подгорало жаркое. Сутры Прагна Парамита — священные книги древнеиндийской да буддийской религии.